У какой из сверхдержав на сегодняшний день больше всего шансов выиграть в битве за освоение Луны? Битва за Луну. Как распределены силы супердержав? Программы освоения Луны, которые были одновременно свернуты в Советском Союзе и США еще в середине 1970-х годов, снова становятся популярными и востребованными. Лунная гонка, которая, казалось, давно осталась в прошлом, снова набирает обороты. Какова сегодня расстановка сил? И кто побеждает в битве за Луну? Обо всем этом узнаете сегодня. Приветствую, на связи НьюСолдат. И мы начинаем. Поехали! Со времени американской программы Аполлон, результатом которой стали шесть высадок на поверхности Луны, прошло уже несколько десятков лет. И все они были частью первой космической гонки, которая проходила между двумя супердержавами – США и СССР. Считается, что победила в ней Америка, сумевшая доставить на Луну пилотируемые корабли и благополучно вернуть их назад на Землю. Однако на этом лунная гонка почему-то прекратилась. А большинство людей до сих пор уверены, что американцы ни на какую Луну не летали, а все их полеты сняты в Голливуде. Впрочем, последний факт НАСА даже не отрицает. Правда, оговаривается, что сделано это было потому, что реальные кадры оказались очень плохого качества. Однако все прочие доказательства американской лунной миссии тоже весьма спорны, начиная от якобы привезенного лунного грунта и заканчивая поспешным сворачиванием всей кампании, которую уже давно называют крупнейшей аферой XX века. В пользу американской лунной миссии был и остается лишь один, но очень весомый аргумент. СССР не опроверг эту мистификацию. Болит вов всячески поддерживал ее, признал свое поражение, а потом за кампанию США свернул лунную миссию, словно на спутнике Земли и делать больше нечего, кроме как водрузить знамя страны-победителя. Эта ситуация породила массу конспирологических теорий, главное из которых сводится к тому, что правительство СССР и США столкнулись с сопротивлением инопланетян, которые ясно дали понять, что не потерпят присутствие людей на своей базе. В этом случае многое становится понятным, кроме одного. Почему руководство СССР, а затем и России, до сих пор не разоблачило лунный заговор американцев? Неужели те и вправду летали на Луну? Как вы считаете, друзья? Высказывайте свои предположения по этому вопросу в комментариях под видео. А мы продолжим. Существует версия о тайной договоренности между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Молчание СССР в прошлом веке было щедро оплачено новейшими технологиями, которые имелись у американцев, и до которых советские ученые еще не доросли. Существование такой договоренности кажется вполне реальным, поскольку она, с одной стороны, исключает участие в этом деле инопланетян, а с другой – объясняет, почему две сверхдержавы вдруг прекратили лунную гонку. Это вполне могло входить в условия тайного соглашения. Многие слышали заверения космонавта Леонова о том, что американцы на Луну летали. Именно оно чаще всего приводится в виде неоспоримого аргумента в пользу США. Но Алексей Леонов – человек, рожденный и воспитанный в СССР. Военные, которого, как и прочих космонавтов, могли убедить, что эта государственная тайна, будучи раскрытой, ляжет позорным пятном не только на Соединенные Штаты. А потому никто и никогда не слышал от наших космонавтов ничего подобного. Не в пример американским астронавтам, которые давно признались, что на Луне не были. Новая лунная гонка, которая, похоже, разворачивается в нынешнем веке и в которую, помимо США и России, вовлечены Китай, Индия и сообщество европейских стран, демонстрирует нам главное – никакого запрета со стороны инопланетян на освоение Луны не было. Да и как оно могло быть, если земляне в лучшем случае запускали на нее примитивные беспилотники и роверы, которые вряд ли представляют угрозу для пришельцев, если таковые там обитают? Лунные планы Америки. Казалось бы, что ищет на Луне страна, уже выигравшая лунную гонку в прошлом веке? Ответ прост. Луна – потенциальный источник редких или практически отсутствующих на Земле полезных ископаемых. Основа лунного реголита – кислород и кремний. Кроме того, в его составе в заметных количествах присутствуют алюминий, железо, магний и кальций. В небольших – титан, вольфрам, молибден, золото и платина. Понятно, что на начальных стадиях освоения Луны добывать ископаемые, чтобы транспортировать их на Землю, вряд ли будет рентабельно. Однако использовать их для переработки на месте для создания элементов инфраструктуры, лунных баз и космических кораблей для дальних миссий очень даже можно. Еще одно достоинство спутника Земли – наличие запасов водяного льда, обнаруженных около полюсов. Доставлять лунную воду на Землю себе дороже, но она пригодится в процессе колонизации спутника. К тому же может служить источником водорода – одного из ключевых компонентов топлива для жидкостных ракетных двигателей. Ну и, наконец, гелий-3. Он содержится в лунном реголите и считается самым перспективным на данный момент термоядерным топливом. Запасы гелия-3 на Луне в зависимости от методов оценки могут составлять от 100 тысяч до 2,5 миллионов тонн. Но даже минимального количества хватит землянам надолго. По подсчетам специалистов Института геохимии и аналитической химии РАН, чтобы полностью удовлетворить годовые потребности населения нашей планеты в энергии, достаточно 30 тонн этого изотопа. Есть и дополнительные бонусы. В процессе применения гелия-3 не возникает долгоиграющих радиоактивных отходов. Друзья, а как вы относитесь к столь потребительскому отношению к Луне? Высказывайтесь по этому вопросу в комментариях под видео, а мы идем дальше. В Америке существует многолетняя традиция, когда каждый новый президент ставит свои цели для НАСА и национальной космонавтики. Проблема в том, что зачастую они никак не согласуются с задачами, поставленными прошлым лидером, а то и противоречат тому, чем страна занималась в космической отрасли последние несколько лет. Именно так и произошло с американской программой «Созвездие» по пилотируемому исследованию Солнечной системы. В ее рамках предполагались полеты на Луну, создание постоянной базы на Луне и в перспективе полета на Марс. Такой план был поставлен в начале 2000-х годов Джорджем Бушем-младшим. Однако мировой финансовый кризис и следующий президент Америки Барак Обама не оставили от нее ничего. Из целого списка технологий уцелели лишь сверхтяжелая ракета СЛС и космический корабль «Орион». И вот сейчас именно эти проекты легли в основу нынешней лунной программы США. И это теперь не выход на Луну, как десятилетия назад, а попытка создать космическую станцию Лоб-Джи в глубоком космосе. Показать, что люди могут существовать и работать не только совсем рядом с планетой под защитой магнитного поля Земли, как на Международной космической станции, но и далеко в космосе. И пусть даже орбита будущей станции Лоб-Джи – это тоже компромисс, но она позволит в будущем осуществлять высадки на лунной поверхности. Компания Lockheed Martin в прошлом году уже показала дизайн будущего посадочного модуля. Он рассчитан на четверых астронавтов и по размеру гораздо больше, чем использованный в программе «Аполлон». Предполагается, что в конструкции высотой 14 метров и сухой массой 22 тонны астронавты на поверхности Луны смогут проработать не менее двух недель. Самого интересного примерных дат создания пока нет. Известно лишь, что НАСА планирует только определиться с тем, кто будет строить модуль в 2024 году. И лишь после этого начнется его строительство, которое займет явно не меньше 5-6 лет. Таким образом, даже по самым смелым предположениям, снова высадиться на Луне миссия НАСА сможет лишь в 2030 году, а скорее всего, ближе к середине 30-летия. И то это произойдет только в том случае, если пришедший на замену Трампу президент удержится от желания перекроить лунную программу целиком и полностью. Помешать этому, как ни парадоксально, может китайская лунная программа. Проиграть китайцам для американцев будет очень болезненным ударом. А потому со стороны президента поставлена задача высадиться на Луну к 2024 году любой ценой. Соединенные Штаты были первой нацией, попавшей на Луну в 20 веке. И мы станем первой нацией, которая вновь отправит астронавтов на Луну уже в 21 веке. Государственная задача США – вернуть американских астронавтов на Луну в ближайшие 5 лет любой ценой, заявляет американский вице-президент Майкл Пенс. Что ж тут, как говорится в старом советском лозунге, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». А что получится, посмотрим. Как вы считаете, друзья, удастся ли Америке реализовать столь амбициозный план к 2024 году? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому поводу. А мы идем дальше. Лунные планы России. Если обратиться к планам Роскосмоса, то его руководство ставит довольно смелые задачи. Речь идет о высадке космонавтов на Луну к 2033-35 годам и построении на спутнике российской базы. Последнее должно произойти между 2036 и 2040 годами. Именно в этот период Россия планирует развернуть на Луне полномасштабную базу, которая должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защиты для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по переработке и использованию лунного вещества и природных ресурсов, стенды для отработки и испытаний новых космических средств и технологий. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория. Однако эксперты утверждают, что у России пока нет предпосылок для реализации этих грандиозных планов, хотя следующее десятилетие может все изменить. Справедливости ради стоит сказать, что сегодня лунными технологиями на планете обладают всего три государства – Россия, США и Китай. Но, как ни парадоксально, именно Россия ближе всего оказалась к освоению Луны. Имея советский задел, мы его сегодня используем. Прототип лунных модулей в Арктике – арктический клевер – это не что иное, как модифицированный Барминград, тот, который был придуман как первое лунное поселение. Задел по сверхтяжелой ракете-носителю тоже не пропал даром. Двигатели, поднявшие в космос связку «Энергия-Буран», доведенные до нового уровня тяги, плюс кислородно-водородная третья ступень, будут выводить на земные и лунные орбиты космические корабли и станции теперь на сверхтяжелой «Ангаре». РД-171МВ – самый мощный на сегодняшний день на планете ракетный двигатель. Давление в газогенераторе – 280 атмосфер, именно он должен вывести первую ступень ракеты-носителя по направлению к Луне. РД-180 – двигатель второй ступени лунной ракеты. Он доразгоняет третий и четвертый блоки, направляя их на лунную орбиту. Лунные планы Китая Темпы китайской космической гонки восхищают как друзей этой сверхдержавы, так и ее противников. Впрочем, эксперты называют Поднебесную «темной лошадкой», потому что руководство космического агентства CNSA не озвучивает даже приблизительных сроков пилотируемого покорения Луны. Поэтому судить об этом можно лишь по косвенным показателям. Китай усиленно осваивает Луну с помощью автоматических станций и луноходов. К примеру, имела успех космическая миссия Чань-Э-4, а нефритовый кролик-2 уже вовсю скачет по обратной стороне Луны. В 2020 году Китай планирует осуществить очередную лунную миссию Чань-Э-5, цели которой несколько туманны. Но одно ясно для всех. КНР намерена стать лидером в освоении Луны. Причем не только водрузить на ней свой флаг, а серьезно объявить о великих правах на колонизацию спутника Земли. И началом этого может стать Великий Поход-9. Параллельно время от времени из Поднебесной приходят обрывки информации о создании посадочного модуля для пилотируемого космического корабля. Наработок у Китая достаточно, в крайнем случае они, как часто это делают, попробуют недостающие технологии купить или получить каким-то другим образом. Поэтому Китай может обогнать на повороте и США, и Россию, и, скорее всего, он именно это и собирается сделать. Выиграть новую лунную гонку – это идеальный способ показать, что в мире появился новый космический лидер, если кого не убедили проведенные в этом году рекордно для современной космонавтики 39 запусков китайских ракет в год. Кто первый? Каждый из участников современной лунной гонки имеет достаточную технологическую базу и опыт, чтобы самостоятельно высадиться на Луну. Поэтому не стоит ждать объединения стран. Это соревнование для одиночного зачёта. Присоединиться на правах второго участника – это всё равно, что проиграть, поэтому либо самостоятельно, либо никак. А вот кто же будет первым, сказать сложно. Пока наибольшие шансы на выигрыш у Китая. За последние годы они набрали серьёзную скорость и не собираются останавливаться. Можно ещё предположить, что создаваемый Илоном Маском Биг Фалкон Рокет сможет спутать все расклады, но пока это скорее фантастика, чем реальная возможность. С другой стороны, можно только порадоваться. Скорее всего, в ближайшие 15-20 лет хоть одна страна да сможет осуществить пилотируемую посадку на Луну. И все родившиеся уже после программы Аполлон смогут своими глазами увидеть ещё один маленький шаг, настолько важный для всего человечества. На этом всё. Если вам было интересно сегодня с нами, то не скупитесь на лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал. Впереди много всего интересного. Не пропустите! До скорого, друзья!